вот у меня тибетские колокольчики опять-таки заметьте на них вот интересные такие вот знаки то есть какие-то индийские буквы какие-то сочетания этих букв все это способствует тому что когда мы с их приводим в действие то то что нанесено нанесено значит она входит в как бы сказать в резонанс с теми космическими силами которые которых эти знаки олицетворяют очень важно сейчас заметить или можно сказать сказать о том что первоначально форма букв или их начертание букв они были взяты из космических созвездий и когда мы значит произносим ту или иную букву мы тем самым связывались с космическим этим созвездиям с этим излучением с этими силами космическими то есть речь наша была выражением своего рода космического языка письменность тоже было это все естественно было первоначально в самых древних языках самых древних расах которую считают вот арийскую расу было получено и все это сохранилось еще там в индии в тибете просто возможно даже сами не подозревает как это работает почему такое начертание а потом уже в латинском языке там она стилизовалась в ту или иную букву но первоначально вот она вот эти буквы и когда мы с вами активируем слышите какие интересные вибрации какие интересные силы мы задействуем как мы очищаем свою ауру как мы очищаем свое пространство кто-то верит в это кто-то не верит в это а вы знаете я ничего не беру на веру мне интересует механизм действия и тогда я это начинаю использовать особенно это касается оздоровления первоначально зеркала так как не было особо стекла были металлические и вот она металлическое зеркало опять таки где-то там с тибета привезено то есть металлическое зеркало на более магичное она более такой волшебная необычная нежели из стекла здесь вот если посмотрим здесь у нас имеется смотрите восьми грамма то есть вот это вот раз два три которая олицетворяет там определенные вещи то есть символика но это больше китайская так традиция которая веществляет значит вот восемь три грамм которые там что-то обозначает я уже сейчас не помню что именно но вот вот они обозначают определенные бумаги как бы расположение сил там и так далее здесь у нас идет смотрите как раз календарь восточный вот что тут у нас петушок здесь вот вот она свинка у нас идет следующий год у нас как раз свинки свинка здесь крыска или мышка рыбка или что-то там такое далее тут вот обезьяна по моему это что тут у нас что-то там такое-то по моему вот змеи или вот змея это дракон это змея это что-то у нас лошадь это моя лошадь я родился вот лошади это значит еще какие-то тут то есть календарь нанесен это тоже не просто так далее идут вот уже какой-то текст пошел в виде иероглифов то есть зеркало с не просто так знаете какое-то зеркало но вот такие вот вещи олицетворяет собой ну как бы сказать отражение пространство непространство ну вот 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 такого чего-то мистического чего-то такого тайного что так же влияет на нашу жизнь и теперь если сразу же возвращаться к этому я вот специально занимался как как пространство образуется пространство образуется сначала ну как бы сказать вот . а как должно образоваться объемное пространство еще одна . это линия еще одна . треугольник у нас получится то есть треугольник это мы просто площадь но у нас нет объема а когда вот здесь вот еще появляется у нас . то есть у нас появляется объемная пирамидка и вот когда на эту пирамидку мы откладываем на каждую грань то есть их четыре всего они получаются мы откладываем на каждую грань еще по пирамидке то мы получаем вот этот вот интересную фигуру такую жаль у меня ее там поломали дети как нибудь я слеплю сделаю ее которая как раз отражает вот эти восемь триграмм восемь триграмм это ничто иное как выпуклости впадины это отражение вот построение пространства восемь триграмм это какая сила значит действует плюс появляется когда на этой пирамидке мы отложили на ее четырех гранях отложили еще по пирамидке получается пять пирамид то есть получается пять первоэлементов которые лежат в основе любого построения пространства значит на этих пирамидках получается двенадцать граней восемь вот этих вот триграмм значит двенадцать граней это как раз вот этих вот каналов которые имеются у человека то есть оказывается все в этой вселенной мы так скажем построено по подобию вот того первоначального сначала вот этот треугольничек на нее откладывается по еще по треугольничку и дальше если откладывать самое интересное получается вот когда мы на эти четыре будем говорить в стороны треугольника наложили другие треугольники а потом еще добавили начинает это самое вырисовываться вот такая вот фигура то есть она приобретает форму шара то есть откуда вот эта шарообразная вещь происходит она вот отсюда вот происходит то есть строится строится вселенная строится любой организм строится любое живое существо вот я этим делом занимался для себя и так бы сказать вот входил-входил-входил и Блаватская все говорит о двенадцатиграннике я думаю ну почему двенадцатигранник почему двенадцатигранник и когда я начал строить получилась вот эта вот фигура которая мне многое объяснила она объяснила если там по цифрам почему год имеет 360 законченный вот этот вот как бы сказать круг 360 градусов почему значит у нас вот эти двенадцать каналов берутся откуда они берутся почему 8-3 грамм и как это связано то есть это и пять первоэлементов и все это связалось в единое целое это очень-очень интересная вещь так говоря об разного рода амулетах и так сказать талисманах вот такой вот китайский талисман перевязанный красной ниточкой которая уже вернее ленточка выгорела как раз притягивает там деньги ну в какой-то мере он притягивает но надо отдать должное тому что если ты сам ничего не будешь делать то ничего ты не притянешь ну а когда ты что-то сам делаешь и еще занимаешься такими вещами действительно это начинает работать вот это вот сребряная стопочка эту стопочку мне подарили кстати я ее так особо не рассматривал а сейчас рассматриваю вот имеется проба ее мне а боже а тут у нас имеется даже это роверовочка такая граверовочка в виде цветочков и скорее всего скорее всего это был пожар эту стопочку мне подарили на передаче Кладоискатели Которые ее нашли Вот насколько я это понимаю Тут все это Не оплавлено А видно что Пожар какой-то огонь Оставил свои следы Это какая-то штучка стояла в доме Где там был пожар Вот сейчас я это все рассмотрел Серебряная вещь Ну вот Такая вот Я ее Храню Но должен сказать Возможно даже это Либо очень тонкая Серебряная вещь Но она не такая тяжелая Для серебря Как думалось бы Вот такой вот Ослик Оруженой поклажей Это напоминает мне О мне самом Что я вот по жизни Иду Обремененный Разного рода Не делами А разного рода Такими Вещами Как добыча знаний И вот Насколько я понимаю Насколько я тут Добыл эти знания Настолько они наполнились И я вот иду Несу их Ну у меня примерно Такая ассоциация Там Кто его знает Вообще это говорит о том Что трудяга Будешь трудиться Будет значит Какая-то дача в жизни Не будешь трудиться Ничего у тебя Не будет Это у нас Божья матушка По-моему Тоже мне это подарили Фигурку То есть Это уже идет Христианство Любую религию Я уважаю Почитаю Если Не понимать Конечно Можно Ничего это Не почитать Ничего это Знаете Не принимать Во внимание Ну а Когда ты Начинаешь Что-то Понимать Соображать То Начинаешь Относиться Ко всем Религиям Уважительно И вот это Вот как раз Так как мне это Подарили Я это Тоже держу Перед собой Это Я считаю Так же Создает Какую-то Ауру В Вот В окружающем Пространстве Плюс у меня Если посмотреть Там Стоят иконы Перед которыми Я как раз Вот сплю Так скажем Что еще Бы сказать Вот Закончим Работу С Цветом Цвет К нам На передачу Приходила Женщина Там Она Занимается Целительством С помощью Цвета И вот Она Как бы сказать Показывала Какие Какие вам Подходят Особенно Там Цвета Вот Смотря на Цвета Какие вам Больше Нравятся Мне лично Вот этот Больше Нравится И Она Сказала Что это Что это Как раз Твоя Энергетика Вот Зелененькая Умиротворяющая Такая Не слишком Желтая А вот Мягкая Такой Желтая Цвет Он Ну Как бы Возбуждает Человека То есть Ну Как бы сказать Это Работа В творческом Ключе С одной Стороны Ты должен быть Спокойным А с другой Стороны Чтобы тебя Подвигало К изучению Чего-то Вот этот Вот Цвет Должен быть Ну Примерно Так Вот И кстати Там Смотря На Вот Эти Вот Цвета Ты Гармонизируешь Свою Энергетику Вот Где-то Там Допустим Если она Там Слабая У тебя Где-то Там Еще Сильная То Ты Как бы Сказать Смотря на Нее Через Глаза У нас Происходят Интересные Такие Вещи А именно Гармонизация Настройка Нашей Системы Организма На На Здоровый Лад А это Вот Допустим Мне не Столько Нравится Вот этот Цвет Кому-то Возможно Он Больше Будет Нравиться Ну Я их Как-то Храню Так Вот С Передач И так Получилось Что Мне это Досталось И я Это Использую То есть Я стараюсь Как-то Это Все К Себе Привлекать Здесь У нас Лежит Целая Кипа Различных Ручек Некоторые Из них Имеют Своё Какое-то Памятное Значение Для меня Ну Например Вот эта Ручка Которая Называется Карандаш То есть Это фирма Карандаш Которая Я не знаю Возможно Это французская Или английская Фирма Она мне Особо Памятна Потому что Мне её Подарили За Одну Такую Деликатную Работку Которую Я Значит Сделал Это было В 2000 Году Как-нибудь Я про это Расскажу Вот такая Вот Возможно Это даже Всё Золотое Перо Тоже Золотое То есть Подарили Не простые Люди А весьма Весьма Такие О которых В данный момент Лучше Промолчать Ну Вот Такой Подарок Был сделан Ручка Я ещё И не использовал Видите Она новенькая Набирается Чернила И тут Даже Даже А это Швейцарская Карандаш Швейцарская Фирма Которая Которая Производит Это И вот Это Чернила Для Этой Ручки То есть Не просто Какие-нибудь А Особая Чернила Ну-ка 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 Вот Они В таких Тюбиках Видите Возможно Они уже И высохли Хе-хе-хе Возможно Они уже И высохли Теперь Ручка Вот Тут Как Пользоваться Как Набирать То есть Это Такой Богатый Подарок И Радует То Что Я Как Писатель Вообще Я И не Думал Быть Быть Писателем Работать С информацией Но Тем не менее Вот У меня Такая Склонность Это Очень Дорогой Для меня Подарок Я Ну-ка Как Писатель Помешан Несколько На ручках У меня Этих Ручек Разного Рода Количество У меня Этих Ручек Довольно Таки Много То есть Выпадается Я там Беру Практически Все Из них Пишут И Знаете И Как-то Рука Не Поднимается Чтобы Их Выбросить Вот Они Какие Ручки Вот Это Какая-то Ручка Со Светодиодом Что-ли Поворачивается Эти Раз Потом Я не знаю Что Что-то Что-то Она То ли Определяет То ли Зажигает То ли То ли Еще Что-то Делает Мальта Энд Гоза А Это Дочка Мне Подарили Видите Тут Такой Даже Значок Она Была На Мальте Там Изучала Английский Язык И Вот Она Ну Так Как Ручка Особо Не Использовалась Она Уже Паста Засохла Вот Такая Память Такая Вот Память Вот Они Ручки Вот Это А Вот Это Когда Начали Издаваться Мои Книги В Петербурге Я Приобрел Вот Такую Ручку Это Не Просто Ручка Тут Она Поворачивается Ага Это Сейчас Это Стержень Карандашика Ага Вот Она Так По-моему Ну Ка Нет Ага Вот Это Поворачивается Слышите Оп Оп Щелкает И Тогда Выскакивают Стерженьки То есть Тут Было Первоначально Шесть Серженьков Вот Выскочил С различным Серженьки С различными Чернилами На меня Так как-то Ручка В то время Произвела Такое Особое Впечатление Что Я Их Купил Несколько И подарил Сыну Дочке Вот Это По-новее Видите Стерженьки Стерженьки Раз Оп Другой Стерженьки Ну К сожалению Все Это Уже Здесь Нету Ничего Высохло Так Как Мы О Какой Стерженьки Карандаш Да О Желтый Это Мы Уже Перестали Использовать Перешли Целиком На Компьютеры Вот Такие Вот Ручки Это Фломастер Это У нас Опять-таки Какая-то Переварочка И Возможно Это Опять-таки Мне Ее Подарили Издательская Группа АСТ Да АСТ Это Подарок От АСТ Издательство С которым Я Сотрудничал Ну Всему Подходит Свое Время И Все Это Перестало Работать Это Вот Еще Такая Ручка Интересная Это Ручка Указка Ей Можно Писать Если Расписать Ее Можно Вот Так Вот Вынимать Что-то Показывать Та-ра-та-та-та-та-та-та Вот И в то же время Можно Использовать Ну Вообще Можно Использовать И Как Лазерную Указку Нажимаем Видите Можно Использовать Как Лазерную Указку Все Работает Вот Они Три Батарейки Дополнительную Как-то Я Этим Делом Не Пользуюсь Так Ручки Куда Их Положить